Валерия 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 Валерий Валерия 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 Честно сказать, смотрела по разным регионам, какие-то бывают дублирующие, я посмотрела сайты. Ну, по мне, так лучше купить у производителей, это правда. Тем более, по промокоду «Дошкольники России» вам будут положены разные бонусы. Ссылочки тоже вы сможете посмотреть, описание, где найти замечательный чемоданчик и как его приобрести. Но вернемся мы с вами к тому, что я собралась, да, на улицу. Девчонки, давайте мы с вами соберем такой походный вариант. Вы знаете, наблюдение. Мы с малышами наблюдаем за природой, явлениями природными, за растениями, за насекомыми. Ну и, естественно, экспериментируем. Об экспериментах мы с вами будем говорить в следующих сериях. И опять-таки, вспоминайте, что говорила Евгения, не путаем вот эти вот два слова «опыты» и «эксперименты». Да, все-таки давайте мы с вами будем говорить об экспериментальной, исследовательской деятельности дошкольников. И не будем все-таки это превращать в опыты. Да, не будем этого делать. Поэтому мы с вами собираемся в лес для того, чтобы провести небольшие наблюдения. Надо посмотрим деревья, кустарники, все, что связано с такой живой природой, но связанное с растениями. Прежде чем мы с вами пойдем на улицу, я с собой соберу походный чемоданчик такой. У вас, в ваших дошкольниках есть специальные такие прозрачные лоточки. Эти лоточки, посмотрите, еще раз повторюсь, девчонки, посмотрите первую серию, там все зарисовано, что конкретно входит в чемодан. У меня здесь собрано пока только необходимое. У вас входит такой прозрачный небольшой лоточек, который вы набираете то, что вам необходимо будет на наблюдении, с детками для наблюдения именно в тот или иной момент. И опять-таки наблюдения могут происходить в малых подгруппах, со всей группой детей, те задачи, которые вы ставите именно непосредственно в сегодняшний день. Набираете все туда с собой, выходите на площадку на детскую у себя, на прогулке и делаете наблюдения. Что мы сегодня с вами возьмем? Ну давайте в принципе я покажу, что у меня будет на ближайшее время для работы. Первое, что я с собой беру, это вот такой вот швейный метр называется, да, по-другому он идет в наборе, мягкий метр, да, для чего? Мы будем с вами измерять стволы. Опять-таки возвращаясь к тому, что может быть ли экология связана с математикой? Да. Почему? Потому что у нас единица измерения математические, мы можем померить линейкой по прямой, но мы можем померить окружность мягким. Обязательно это мы сейчас с вами сделаем. Поэтому в мягкий метр мы с вами кидаем походный чемоданчик. У нас есть вот такая вот баночка для перемешивания, для сыпучих продуктов, которые мы будем изучать, для почвы, для воды. Такой береговый стаканчик нам, наверное, сегодня на улице не понадобится, но нам понадобится дома. Оставляем. Тут у меня еще есть магнитные опилочки. Магнитные опилки нам нужны для того, чтобы мы проводили эксперименты с магнетизмом. Кто не видел, опять-таки, очень интересно, мы проводили эксперименты на наших семинарах, на наших выездных сессиях в городах, регионах России. Опять-таки, девчонки, многие спрашивают, как сделать так, чтобы вы, Валерия, приехали к нам в регион и провели семинар. Девчонки, пишите на WhatsApp, он в начале был видео, давайте еще раз для вас, вот здесь, прямо сейчас, вот здесь, вот такими цифрами вы его сейчас увидите. Напишите на WhatsApp, скажите, из какого региона и организуем все семинары, пустим технологиям. Три часа я обычно его провожу, проходит совершенно бесплатно. Плюс мы выдаем сертификаты нашего союза дошкольники России, чтобы посещали такой сертификат. Ну, вот такая вот одна из видов деятельности нашего союза, это просветительская деятельность, да, несмотря на то, что пытались принять эти странные законы о просвещении и Ютубе. Девчонки, действительно, много всего нового приходит к нам на рассмотрение, на экспертизу, да, обращаются уже и производители, и разработчики. Говорят, Валерия, а давайте вы с дошкольниками посмотрите и скажете, а нравится вам или не нравится. Это правда, это здорово, что наши комьюнити пользуются уже авторитетом, поэтому одна из основных задач, если что-то вдруг нам, нашим узким кругом экспертов понравилось и подошло, рассказать и вам в ваших регионах, привести это к вам, дать потрогать, показать методики. Опять-таки, все идет с точки зрения методик, которые вы можете интегрировать в свою основную образовательную деятельность, либо в систему доп. образования. Итак, магнитики мы тоже пока оставляем. Что здесь у нас? Ну, шкатулка, увеличительная шкатулка, для чего, конечно, здесь у нас на донышке есть, опять-таки, измерения, что мы здесь сможем посмотреть, увеличительное стеклышко. Что-то правильно, понаблюдать за насекомыми, понаблюдать за плодами, за семенами, за какими-то маленькими, может быть, составляющими в почве. Берем с собой, пригодится, я так думаю. Воронка. Воронка нам пригождается часто. Ну, например, я часто использую, даже когда я показываю эксперимент с магнитом, я его показываю на бумаге. Кто не видел, посмотрите у меня в Инстаграм. Опять-таки, вот здесь по ссылочке можете перейти в мой Инстаграм, там тоже много разных уроков. Ссыпаю обратно, чтобы, ну, расходный материал не терялся, не истощался и был все время у нас. Поэтому воронка, здорово, что здесь она есть. Но, опять-таки, фильтры, мы делаем природные фильтры для воды. Из угля, который тоже входит в состав, из вот таких вот фильтров, которые идут в наборе. К этому подойдем позже. Мы сейчас пока начинаем с наблюдения. Просто пока рассказываю, что у меня есть, это мы с собой тоже не берем. Ну, что мы берем? Конечно, лупа. Потому что мы сегодня с вами не только будем измерять деревья, но мы с вами еще понаблюдаем за такими интересными явлениями, как пень. Коллеги, вы знаете, удивительные вещи. Я узнала про пень. Спасибо большое вот этой вот методике. На самом деле, вот удивительное рядом. Иногда вот живешь-живешь, думаешь, ну, ты вроде бы знаешь про пень все. А нет, прочитала здесь про пень. Очень было интересно. Углубилась я потом дальше в рассмотрение пней. Сегодня я вам покажу, как можно интересно здесь мир просматривать. Пень, поэтому лупу мы с вами берем, берем пинцеты. Девчонки, наборок из пинцетов много. Я возьму с собой пинцеты, чтобы делать заборы. Мы с вами будем собирать листву для наших экспериментов. Мы будем с вами набирать семена, плоды. Мы это с вами будем набирать. Для чего? Для того, чтобы понаблюдать, какие бывают виды плодов, какие бывают виды семян. Это очень интересно. Действительно, здесь вы такое рассмотрели. Классно. Поэтому пинцеты мы с вами собираем с собой. Вот такие вот контейнеры. Контейнеры для охранения наших, ну, того, что мы с вами соберем. То есть мы сюда будем собирать с вами листики. Мы сюда будем с вами собирать семена. То, что мы будем делать за год. То есть для наших экспонентов, скажем, такие вот контейнеры берем. Вот такой вот семисекционный контейнер мы тоже берем. Ну, потому что сюда я тоже наберу разные образцы для того, чтобы принести и понаблюдать, рассмотреть в лупу дома. Дальше, что я с собой беру. Перчатки. Девчонки, в наборе много перчаток. Мы с вами знаем, что санитарные правила, да, санки, ну, никто не отменял. Никто не отменял. Поэтому, конечно, мы должны все это делать в рамках правильного, да, подхода. Поэтому, конечно, все наблюдения и работы, особенно с почвой, да, если мы говорим о природе, о, ну, так скажем, реагентах. Да, не важно, что это будет. Все равно приучаем к перчаточкам. Перчатки берем. Мы с вами возьмем чашу Петри для того, чтобы произвести консервацию некоторых объектов наблюдения. Это очень интересно. Давайте возьмем две чаши Петри. Две не одна. Много, не мало, девчонки. Ну, и вот такие вот у меня здесь есть тоже пробирки. Пробирки для чего у меня здесь стоят? Они используются для разных методов, которые написаны в этой методике, и для наблюдений, и для экспериментов. Ну, вот сейчас у меня здесь всякие образцы есть, да, даже почва у меня есть. Наверное, еще с Калининграда осталось. Вот заборы воды какие-то были. Ну, а опять-таки, если у меня сегодня получится, то вместе с вами мы прямо сейчас дойдем до очень интересного озера, если нам не помешает погода, и сделаем забор очень интересной воды. Я вам покажу, если получится. Нет, тогда в следующей серии это сделаем. Но было бы очень интересно, поэтому, да, пробирки. Пробирками тут замечательно удобный штатив для того, чтобы их удобно было ставить. Вот такая вот стеклянная палочка здесь у меня есть с резиновым наконечником. Для чего мы с вами перемешиваем, да, и опять-таки, чтобы, ну, не стучать, не греметь, опять-таки, техника безопасности. Ну, и все-таки приучаем к правильному перемешиванию, как чай, как чай в стакане, да, с сахаром. То есть мы не грымхаем ложками, да, по этикету даже чисто, по стеночкам, да, дыр не делаем, а просто перемешиваем, не касаясь, да, все очень здорово, все очень хорошо. Ну, и пипетки. Пипетки для чего? Чтобы либо набирать жидкость, либо перемешивать, потом делать заборы. Все обязательно мы тоже с вами сделаем. Пипетки я с собой брать не буду, мы их оставим для домашних экспериментов и наблюдений. Уличный чемоданчик у меня собран. Пожалуйста, девчонки, обязательно обратите внимание еще вот на что. Когда вы будете знакомиться с методикой. Очень хорошо здесь описана, знаете, основа безнапасности. Все равно все наши занятия по экологии, по наблюдению, по экспериментам, они все-таки связаны с повышенным, ну, вниманием вас, педагогов, к тому, что мы делаем. Поэтому технику безопасности, безусловно, соблюдаем. Обязательно обратите в книжке внимание именно на этот параграф. Ну, прежде всего, мы с вами это тоже делали, да, вот очень часто я могу заметить, присылают видео, к сожалению, даже на видео я это замечаю, что ребенок открывает пробирку и начинает нюхать, да. То есть когда мы с вами изучаем свойства воды, что у воды нет там вкуса, цвета, запаха, и, смотри, ребенок поднес так понюхать. Да, пока мы туда наливаем там лимонную, там, капельку лимона, ничего не будет. Но все-таки приучаем деток к тому, чтобы вот даже моторика была вот, ну, да, вот так нюхаем. То есть технику безопасности тоже обязательно соблюдайте. Все оборудование в чемоданчике дошкольник с сертификатом. Все безопасно, нету никаких, вот видите, даже я ранее, бьющегося стекла. Все здорово, все очень приятно на ощупь и тактильно. Поэтому действительно здоровский чемоданчик. И мы с вами прямо сейчас направляемся на улицу для того, чтобы провести первую нашу задачу. Это наблюдение за растениями. Поехали! Наблюдение за погодой, природными явлениями, растениями и животными способствует развитию чувств детей, способностям замечать и переживать за красоту природных явлений, чувствовать гармонию красок, форм, пропорции, умение передавать свои эмоции, описывать увиденное словами. Красота природы – это объективный и чистый экологический феномен. В природе прекрасно абсолютно все, что живет и развивается в полноценной среде обитания. В соответствующих потребностям в конкретных условиях. Растения в этом случае цветут и плодоносят. Животные хорошо выглядят и приносят здоровое потомство. Но в окружающей нас природе есть и безобразное. Это явление можно наблюдать тогда, когда окружающая среда не соответствует потребностям живого организма, когда человек внес нарушение в ее баланс. В связи с этим в процессе наблюдения необходимо рассказывать детям о зависимости жизни растений и животных от среды обитания, объяснять, как важно сохранять хорошие условия жизни для их существования. С разнообразием растительного мира природы мы встречаемся каждый день. Достаточно всего лишь выйти из дома. Растения окружают наши дома, радуют глаз на улицах и садовых участках, являются средой обитания многих животных в дикой природе. Растения составляют очень важную часть живой природы. Чтобы разобраться в многообразии видов растений, ученые делят их все на группы по разным признакам. Например, растения можно разделить на культивируемые и дикорастущие. Когда мы выходим на улицу, мы можем понаблюдать за растениями. Вспомним, какие бывают растения. Самое большое растение, имеющее самый крепкий стебель, это деревья. Самый крепкий стебель, конечно же, это ствол. У деревьев, как правило, один стебель, один ствол. Деревья имеют разные породы, имеют разные формы листьев. Это можно очень интересно понаблюдать прямо на вашем участке. Следующий подвид растений, это, конечно, кустарники. У них уже более тонкие стебли, стволы. И, как правило, имеют несколько стеблей, стволов в одном растении. Ну и самый нижний ярус наших растений, это, конечно, травянистые растения, которые также можно рассмотреть на вашем участке. Я вам предлагаю прямо сейчас попробовать рассмотреть деревья, измерить их, понять, отличается ли объем ствола от одной породы, друг от друга, и посмотрим, какие есть кустарники и травянистые растения. Давайте посмотрим. Очень интересно измерить диаметр ствола дерева. Для этого мы с вами берем наш мягкий метр. На самом деле, интересно поговорить с детьми еще о таком факторе. Ведь бывают разные породы деревьев, разные по объему стволы. Более тонкие, более толстые. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, одинаковые виды деревьев. Казалось бы. Измеряем. 88 сантиметров. Первое дерево. А второе, ведь оно точно такое же, той же самой породы. Измеряем. А оно 38 сантиметров. Можно ли поговорить в этом случае с детьми на тему того, что деревья имеют также и возраст? Это более старшее дерево, это более молодое дерево, да, по объему и обхвату ствола. Весной интересно понаблюдать с детьми за почками. Какие же можно провести эксперименты наблюдения за почками? Сорвите небольшую веточку, положите почку на чашу Петри и попробуйте ее с детьми чуть-чуть расшелушить. Обратите внимание детей, что у них твердая кожица. Для чего такая твердая кожица нужна? Почки зимуют в твердой кожице, и когда приходит хорошая погода, солнышко пригревает, эта кожурка лопается, и оттуда вылезает маленький листик. Это получается настоящий домик для наших листиков. Вот они они, да, такие почки, хоть и осень. Смотрите, сейчас я постараюсь фокусно направить. Ловим. О, красавицы какие. Вот они, самые настоящие почки. Те самые домики для наших листиков. Сейчас мы сделаем забор этой веточки. Эти почки положим на чашу Петри и попробуем их расшелушить, и посмотреть, как они выглядят под лупой. Ну вот, посмотрите. Макросъемка у меня сейчас. Ой, господи, аж. Смотрите, тут немножечко я его вскрыла. Там видно, что там живет листик. Листик живет. Очень интересно рассматривать листья. Да, ведь листья бывают совершенно разных форм. Когда вы начинаете наблюдение за листвой, на что можно обратить внимание? Что летом листья зеленые, а осенью все питательные вещества начинают уходить в корень. Листья желтеют и начинают опадать. Можно взять забор листьев и поговорить с детьми вот на какую тему. Листья этого года. А вот это вот явно, посмотрите. Старые листья. Они уже практически как скелетики. Смотрите. Практически вот все прожилки видно. Листики перегнивают и также становятся питательным веществом для этого же дерева. Вот я подрыла на самые старые листики. Сейчас я возьму. Вот явно листик прошлого года. Мы возьмем его. Мы возьмем листик желтый этого года. Ну и уже давайте мы с вами возьмем ну явно листик этого года, но уже такой вот жухлый. И понаблюдаем, чем они отличаются. Очень интересно с детьми собрать коллекцию разных листьев. Зеленый, уже потерявший цвет. Лист прошлогодний. И выложить их по кругу. Тем самым сделать такой круговорот листьев. Поговорить с детьми на тему того, какой самый старый листик, какой самый молодой листик. Взять зеленый листик от этого дерева. Желтый и прошлогодний. Сейчас мы найдем зеленый лист. Ну вот прямо здесь очень видно. Это у нас листья зеленые. Да, они еще не до конца у нас пожелтели. Обсудите с детьми, для чего нужны листья деревьям. Почему листья важны для деревьев? Ну вот смотрите, я разложила наши листики по возрасту. Летний, осенний. Такой, скажем, поздний осенний. А этот переживший зиму. Да, такой круговорот листвы. Очень интересно с детьми понаблюдать за этими листьями. Рассмотреть их под лупой. Может быть у кого-то есть электронный микроскоп или обычный микроскоп. Тоже интересно рассмотреть формы. Что форма у листика бывают разные. Наши образцы еще, да? Такие бывают листья. Что листья бывают? Вот такие. Особо интересно, да? Кленовые листья брать. Все вы знаете, они яркие, такие красивые. Тоже смотрите, лист какой интересный. Прилип, это грибок я специально взяла. Потому что посмотрите, ажурный. Это, ну, точно очень-очень старый листик, перезимовавший. Ажурный такой листик. Не знаю, насколько сейчас камера передаст. В принципе, передает увеличение, да? Такая красота. Можно изучить листики. У нас плод такой. И вот еще такие вот листики. Поговорите, здесь межтулистики бывают разные. Почему у разных деревьев разной формы листиков? Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...